здравствуйте сегодня немножко поговорим о нуте это такой полезный горох из семейства бобовых его называют еще турецкий или бараний и так как его зерна имеют вот такую необычную форму она напоминает голову барана с птичьим клювом видимо отсюда пошло и название бараний произрастает этот горох в основном средней азии в индии он занимает третье место по популярности среди бобовых после горошка зеленого и фасоли этот горох можно увидеть в мелком варианте вот как этот или более крупным как мне сказали что который крупный он произрастал в индии более крупный даже сухом виде этот вот такой чтобы его употреблять в пищу его нужно замачивать замачивать его нужно от 4 часов до 12 лучше всего это делать с вечера утром он становится уже вот таким после того как горох замочили он пролежал от 4 до 12 часов конечно лучше это делать на ночь его варят но также его можно кушать вот таким разбухшим он очень вкусный такие хрустящие орешки горох этот очень полезный в нем 30 процентов белка и белок этот по качеству приближен к яичному клетчатка содержащаяся в большом количестве в этом горохе улучшает пищеварение в нем большое количество витаминов этот горох очень питательный его употребляют в пост вместо мяса из нута можно приготовить хумус это очень вкусное пюре фалафель это закуска в виде шариков также его перемалывают в муку муку добавляют в соус и также используют для приготовления кофе нут еще добавляют в салаты в суп и очень вкусные с этим горохом и его можно запекать в духовке получается очень вкусный деликатес к пиву можно его применять при диетах очень хорошо он почистит кишечник его можно измельчить и добавить в любые салаты можно его целым добавлять в салаты кому как нравится после того как вы покушали блюдо из этого гороха водой запивать не рекомендуется так как переваривание его долгое для того чтобы приготовить блюдо из нута я беру на один стакан гороха три стакана воды оставляю на ночь таким становится горох после того как он отстоял у меня ночь в воде есть конечно и противопоказания в применении хотя их очень мало это индивидуальная может быть непереносимость именно гороха и также не стоит употреблять людям заболеванием желудочно-кишечного тракта язвенных болезней такой горох нужно включать обязательно в свой рацион хотя бы изредка он очень вкусно если вы не пробовали я советую вам попробовать на этом я сегодня с вами прощаюсь желаю вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего до новых встреч пока пока